Президент Садыр Джапаров на своей официальной странице в Facebook рассказал о текущей экономической ситуации в стране. Уважаемые кыргызстанцы, в последние дни резко обострилась международная обстановка и ситуация на мировых рынках. Как всем хорошо известно, наша страна испытывает трудности в связи со значительным повышением цен на топливо. Значительно выросла цена на муку и другие крупы. Все это происходит, когда наша экономика еще не оправилась от пандемии коронавируса. Возможно, что в ближайшее время мы столкнемся с большим давлением на нашу национальную валюту. Международная ситуация может также негативно сказаться и на наших соотечественниках, которые работают за рубежом. Кабинета министров разработан антикризисный план мероприятий. Всеми нашими министерствами будут предприняты специальные меры по смягчению влияния внешних воздействий на наших граждан. Сейчас нашей первоочередной задачей является максимальное сохранение нашего экономического потенциала. Мы сделаем все возможное, чтобы наш народ достойно прошел. И это испытание, конечно, заведомо известно, что найдутся те силы, которые захотят воспользоваться этими трудностями в попытке нарушить единство нашего народа и внести раздор. Я заранее хочу предупредить, их усилия обречены на провал. Сейчас мы видим единство, сплоченность государства и народа. На сегодня самое главное – это обеспечить продовольственную безопасность как всего населения, так и каждой семьи. Именно поэтому сейчас мы делаем все, чтобы ни одно поле не осталось незасеянным. Мы должны значительно нарастить собственное производство сельхозпродукции и его последующую переработку. Каждая капля воды дорога, и мы выделили все требующиеся средства на то, чтобы расчистить каналы и арыки и сберечь всю влагу в нынешнее время. В этом году на аграрный сектор выделено 26 миллиардов суммов. Здесь я хочу открыто обратиться ко всем фермерам. В этом году этой суммы не хватит на всех фермеров и крестьян, так как в стране их насчитывается более 400 тысяч. В этом году получат многие, но не все. Даст Бог, в последующие годы мы планируем выделять больше денег, и через три года мы сможем обеспечить всех фермеров. Сейчас мы отдаем все деньги, которые есть в нашей казне. Мы обеспечили бы всех в этом году, будь у нас достаточно денег. Я должен сказать честно, с момента обретения независимости впервые на сельское хозяйство выделяется такая большая сумма денег. С отдельными словами я хочу обратиться к нашим предпринимателям. Нам сейчас надо создавать производство. Конечно, мы продолжим активно развивать торговую сферу, но нам необходимо экспортировать больше собственной продукции. Важно также обратить внимание на возможность инвестирования в золото. Мы упростили процедуру покупки золотых слитков в любом количестве. Стоимость любой валюты постоянно уменьшается. Только цена на наше золото растет, поэтому наши граждане, у которых есть деньги, могут купить золотые слитки от 1 грамма до 13 килограммов в любом объеме у Нацбанка. Никаких ограничений нет, в том числе и на вывоз за рубеж. При этом плата взиматься не будет. Мы создали такие условия. Сохраните лучше свой капитал с помощью золота вместо бумажных денег. Вы можете положить свое золото на сохранение в Нацбанк или сами можете обеспечить его целостность, как вам удобно. Золото никогда не теряет свои ценности. При необходимости вы можете в любой момент продать его обратно Нацбанку. Национальный банк покупает по текущей рыночной стоимости, то есть клиент продает по цене, установленной на момент сделки. Помимо активного государственного стимулирования развития ряда отрасли экономики, в ближайшие недели будет запущена общенациональная программа оплачиваемых общественных работ, которая позволит сотням тысяч наших людей принять участие в благоустройстве Кыргызстана и обеспечить свои семьи. Уязвимые группе населения, одинокие сироты и пожилые люди получат максимальную поддержку со стороны органов соцобеспечения. С 1 апреля повысится зарплата государственных и муниципальных служащих. Самое главное сейчас не паниковать и сохранить спокойствие. Так говорили наши достопочтенные предки. Пришла весна и на нашу землю. Вместе мы осилим любые временные невзгоды. Государство не оставит никого без внимания. Мы будем жить в мире и согласии.